Здравствуйте, дорогие мамули и детки! Я рада приветствовать вас на нашем канале. И сегодня мы в гостях у СИЗ Марина Анатольевна, детского невролога, поговорим о рахите. Что же такое рахит? Какие первые проявления рахита? На что должна обращать мама? Как себя вести? Какие неврологические изменения у ребенка при рахите? И какие последствия? Рахит – это заболевание детского возраста, которое характеризуется недостатком витамина D в организме ребенка, нарушением со стороны фосфорно-кальциевого обмена в организме, нарушением кости образования, нарушением со стороны нервной системы и внутренних органов ребенка. Какие же первые проявления рахита? На что должна обратить мама? Как проявляется рахит у наших деток в зависимости от возраста? Давайте разберемся последовательно. Первое, на что мама обращает внимание, это ребенок становится пугливым, у него нарушается аппетит и сон, появляются срыгивания. Во время плача тремор конечностей, тремор подбородка. Ребеночек сдрагивает при резких звуках, при ярком свете, иногда даже при контакте с кожей ребенка. На коже мы можем видеть появление красных пятен или полос. Красный дермографизм. Да, красный стойкий дермографизм. Да, это чтобы мамы не знают просто, что это такое, почему такие появляются пятны. Такие пятны появляются чаще всего при физическом контакте с кожей. Что мы еще обращаем внимание, это повышается потливость у ребенка. Отмечается на кистях и стопах, кожа головы. Чаще всего потеет затылок. Ребенок просыпается на мокрой подушке. И чаще всего ребенок сильно потеет во время кормления. Пот становится кислым по своему характеру. За счет этого появляются опрелости, потница, облысение затылка. Так как ребенок чаще лежит головой на подушке, именно затылочной областью, трется, она у него чешется, волосы выкатываются, затылок становится лысым. Что на себя обращает внимание, это изменение формы черепа. Первым проявлением за счет податливости костей черепа уплощается затылок. Он становится плоским. Появляется выраженность теменных и лобных бугров за счет разрастания минерализованной костной ткани. Далее мы обращаем внимание на состояние большого родничка. Края становятся округлые, податливые. Иногда закрытие и уплотнение, окостенение швов черепа обращает на себя внимание. Когда начинаешь смотреть такого ребенка, то видишь сразу, что вот у него такая большая квадратная голова. Обращаешь внимание мамы, она начинает говорить, что такая голова у папы. И получается, что непонятно, рахит это или это все-таки наследственность от папы. Здесь нужно разбираться, да. Поэтому на это тоже нужно обращать внимание. К форме головы мы обращаем внимание также на другие проявления со стороны нервной системы. Обращать на себя внимание снижение мышечного тонуса. В норме детки имеют повышенный тонус в первые месяцы жизни. Трем месяцем ребеночек расслабляется и мышечный тонус у него становится физиологичным. У деток с рахитом мышечный тонус становится низким. Какие признаки этого? Ребенок плохо удерживает голову лежа на животе. Не по срокам, да, как мы говорим? Нет, достаточной мышечной силы, чтобы удержать голову, поднять и удержать ее. Они не поворачиваются к 3 месяцам со спины на бочок. Снижается двигательная активность конечностей. При выраженной мышечной гипотонии появляются признаки гипермобильности суставов верхних и нижних конечностей. Что это такое? Избыточное переразгибание в локтевых и коленных суставах. Избыточное разведение в тазобедренных суставах. Марина Анатольевна, а как мама это определяет, гипермобильность? Вот они пишут иногда, что там трещат суставы. Я поняла смысл вопроса. При переодевании ребенка, при зарядке с ним движения в суставах избыточные. Иногда может появляться звук щелчков, хруста. За счет того, что идет переразгибание в суставах. На что еще обращает мама внимание? Детки подтягивают ножки к себе. Топу могут дотянуть до лица, заложить ее на плечо или даже за голову. Засунуть в рот еще. Они очень любят свои пальчики засунуть в рот. От чего происходит мышечная гипотония у деток? Связана не только с недостатком витамина Д, но и с недостатком кальция. Мышечная гипотония связана с тем, что кальций хуже захватывается мышечными клетками в условиях дефицита витамина Д. Соответственно, мышца становится мягче. Она хуже выполняет свою функцию и хуже иннервируется. При дальнейшем развитии рахита дети с мышечной гипотонией задерживаются в своем моторном развитии. Они позже поворачиваются, они позже переворачиваются, они хуже удерживают голову. У них снижена мотивация к усаживанию. Они чаще всего позже садятся или сидят с опорой на руки. При усаживании обращает на себя внимание круглая спина и формирование грудопоясничного кифоза. Спинка становится округлой. Позвоночник вместо физиологического лордоза приобретает форму кифоза. И многие мамы, видя, что ребенок плохо сидит, начинают его сами усаживать. Это еще хуже получается для этого ребенка? В данном случае да, потому что наш позвоночник удерживается связками и мышцами. Если мышечный аппарат слабый, то появляются деформации позвоночника. В дальнейшем развиваются кифоскалиозы, могут формироваться, наоборот, избыточные лордозы при вертикализации и ходьбе ребенка. У деток могут появляться боли в спине, боли в области грудной клетки. То есть мы не должны спешить в этой ситуации. Если у ребенка проявление идет рахита, то вот эти высаживания в подушке, подвязывание ребенка к стульчику, это не есть хорошо. Нужно обязательно найти причину, почему наш ребенок плохо сидит. Причину мы, в принципе, озвучили, чаще всего это проявление рахита. Важно дать ребенку полноценное лечение этих проявлений, назначить адекватную дозу витамина D, провести физиотерапевтическое лечение, массаж, ЛФК, витаминные, минеральные препараты, кальций, магний. Какие еще могут быть проявления со стороны нервной системы у наших детей при рахите? Чаще всего страдает, это вегетативный отдел нашей нервной системы, это и нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, такие как склонность к тахикардиям. Это различные дисфункции желудочно-кишечного тракта. Это срыгивание. Могут наблюдаться изменения со стороны внутренних органов, увеличение печени и селезенки. За счет слабости мышц грудной клетки и деформации грудной клетки нарушается экскурсия ее во время дыхания, что приводит чаще всего к частым вирусным инфекциям. Дети чаще болеют бронхитами, трохитами, склонны к развитию пневмонии. На что мама должна обратить внимание? Обращаем внимание на форму черепа. Мы уже об этом говорили, касались изменения формы. Она становится с уплощенным затылком, приобретает квадратную форму. Выступают теменные лобные бугры. При далеко зашедшем рахите идет формирование своеобразной формы черепа с выступающими лобными буграми, называемый олимпийский череп. Есть изменения со стороны грудной клетки. Мы ее тоже немножко коснулись. Она расширяется в нижнем отделе и суживается в верхнем. Появляются реберные четки, это разрастание хрящевой ткани. Далее изменяется форма грудной клетки с боковой поверхности. Появляются перетяжки и изменения со стороны грудины. Грудина может западать, формируется грудь сапожника, либо наоборот выступать, и тогда формируется келеевидная грудная клетка. Со стороны верхних и нижних конечностей выражены деформации. Чаще всего появляются в далеко зашедших формах рахита при вертикализации, ходьбе, опоре. Ноги искривляются в виде Х- или О-образной формы. Сейчас, слава богу, крайне редко такие дети встречаются. Это только уже в далеко зашедших случаях. Что мы можем увидеть у наших деток? Это плосковальгусную установку стоп и в дальнейшем формирование плоскостопия. То есть, вот это основные клинические проявления, то, что мы видим сами, как врачи. То, на что может обратить мама сама внимание. Забить тревогу, обратиться к участковому педиатру, провести дополнительные методы обследования, чтобы определиться с тактикой лечения, что нужно, насколько нужно, какие нужны препараты, какие нужны мероприятия. Марина Анатольевна, вот скажите, по поводу профилактических доз витамина Д. Уже я в своей передаче рассказывала, что витамин Д мы назначаем всем. С двухнедельного, с трехнедельного возраста, в зависимости, какой доношен или недоношен ребенок. Возникают такие вопросы, что, например, вот уже ребенку 5 месяцев он витамин Д не получает. Или ребенку 3 месяца он витамин Д не получает. И всегда ответ у мамы такой, нам не приписали, всем деткам необходимо давать витамин Д. Да, в профилактической дозе. Доза также подбирается индивидуально. При появлении вот этих первых самых симптомов возбудимости, какой-то потливости, достаточно повысить до верхней границы профилактическую дозу витамина Д. Если же на фоне приема в данной дозе витамина Д проявления рахита не уходят, а могут и наоборот усиливаться, здесь необходима лечебная доза. Лечебная доза подбирается индивидуально после проведения дополнительных методов обследования. Это биохимический анализ крови, общий анализ крови, общий анализ мочи. Анализ мочи по Сулковичу используется в наше время, но уже реже. Мы имеем возможность биохимического анализа крови на содержание витамина Д в сыворотке крови. На основании этих анализов нужно будет подбирать лечебную дозу. Причем это все, конечно, назначают участковый доктор. Участковый доктор. Лечебную дозу витамина Д может назначить и детский невролог после осмотра ребенка, при выявлении у него признаков рахита, проведение дополнительных методов обследования. Как долго, Марина Анатольевна, таким детям с неврологической симптоматикой при рахите вы назначаете витамин Д? В зависимости от тяжести проявлений клинических, это может быть от месяца до полутора, при необходимости снижается доза на верхнюю профилактическую и принимается длительное время. Для лечения лучше всего использовать масляные растворы витамина Д, они лучше усваиваются и депонируются в организме. Ну и опять же, длительность терапии индивидуально подбирается. В лечении используются витаминные препараты, водо- и жирорастворимые формы витамина Д. Используются как дополнение витамин А, Е, витамин С. В лечении можно добавлять витамины группы В, препараты кальция, препараты магния. Дозы подбираются индивидуально, участком педиатрам или неврологам. Так, вот скажите, Марина Анатольевна, очень часто назначают детям УЗИ НСГ, нейросонографии. И приходят такие заключения, что там появление жидкости 3 мм на конвексе, там расширение передних рогов в головном мозге. Это всё всегда пугает маму. Или пишут там смешанная гидроцефалия. Задают маму вопрос, что это такое, как быть с этим, как это повлияет на его умственное развитие. И как вот это объяснить маме, что это такое, вот по УЗИ? Объяснить сможет в любом случае врач-невролог. За счёт изменения со стороны формы черепа у нас отмечаются изменения жидкостных структур головного мозга. В норме у нас жидкости есть между черепом, головным мозгом и внутри головного мозга. Первое, что изменяется, это расширяются передние субарахноидальные пространства, появляется больше жидкости по конвексам, расширяется межполушарная щель. Это признаки внешней гидроцефалии. Они, по большей части, связаны с изменениями формы черепа. Далее, место не бывает свободным, оно заполняется жидкостью, идёт дальнейшее расширение и желудочковые системы. Расширяются передние рога боковых желудочков. Конечно, оценить вот все эти показатели должен только врач-невролог, потому что расширение жидкостных систем бывает и по другим причинам. Оценивается в совокупности. А давайте сейчас поговорим, что же останется у нас после рахита. Поправляются ли наши дети от рахита? Или же, если не поправились, если мы опоздали со своевременным лечением, какие остаточные явления будут у нашего ребёнка? Со стороны нервной системы, если всё начато лечение вовремя, то проявления уходят. Если лечение не начато, то продолжает нарастать мышечная гипотония. Ребёнок задерживается в своём психомоторном и речевом развитии за счёт того, что ребёнок становится более заторможенным. У него снижается мотивация к тому, чтобы, например, начать лепетать, чтобы подтянуть игрушку в рот, чтобы её переложить из руки в руку, бросить её. Чтобы постучать. Чтобы постучать. Какая концовка этой игрушкой, да, потому что тонус снижен. Проще сказать, они становятся более ленивыми. Позже садятся. Им труднее встать на четвереньки. За счёт гипермобильности суставов, мышечной гипотонии. Они позже встают в кроватке. А если встают, то чаще всего опираясь на коленочки. Раздражительность, плаксивость ребёнка. У них отмечается позднее прорезывание зубов. Со стороны вегетативной нервной системы. Это потливость, это нарушение сна. Прорезываются они у них гораздо более чувствительно, чем у других детей. Различные вегетососудистые проявления. Прорезываются они позже и неправильно. А в более старшем возрасте что? В более старшем возрасте у детей отмечаются деформации конечностей. Это неправильная установка стоп во время ходьбы. Развитие плоскостопия. В старшем возрасте мы можем наблюдать искривление позвоночника, сколиозы, кифосколиозы, боли в спине. Как себя ведёт ребёнок в период выздоровления? Самочувствие его однозначно становится лучше. Он становится активнее. Приближается по своим темпам психомоторного развития, к сверстникам, улучшается мышечный тонус. Есть дети, у которых на достаточно длительное время сохраняется мышечная гипотония. Единственная степень выраженности её становится меньше. С ней они благополучно достигают уровня своих сверстников. Могут сохраняться гипермобильность суставов конечностей. Могут сохраняться деформации со стороны костно-опорно-двигательного аппарата. То есть это не уходит. Улучшается только самочувствие неврологическое, вегетативная симптоматика. То есть то, что уже искривилось, к сожалению, проявления его могут стать немножечко меньше, но до конца мы не исправим уже искривление конечностей. Ещё, Марина Анатольевна, мы говорим, что витамин D мы даём долго, так, длительно, профилактические дозы, подбирается это всё. А всё же спрашивают, как же быть летом, давать или не давать витамин D? Моё мнение, что витамин D нужно давать круглогодично с коррекцией профилактической дозы. В летнее время мы можем дозу снизить до 500 международных единиц в сутки при достаточной инсоляции кожи ребёнка. То есть когда ребёнок находится под солнцем, получает солнечные лучи, получает загар. Бывает так, что детка противопоказана длительная инсоляция кожи. В таких случаях доза витамина D... Ребёнок находится на искусственном скармливании. В смеси есть витамин D. Как быть здесь? Я отдаю витамин D. Будет ли передозировка этого витамина D? Хороший вопрос. Нужно посмотреть состав адаптированной молочной смеси по содержанию витамина D в ней и со своим педиатром решить, какова должна быть ещё дополнительная профилактическая доза витамина D. Чаще всего дети нуждаются в дополнительном назначении профилактической дозы. То есть, дорогие мамы, если вы находитесь на искусственном скармливании, это не значит, что ваш ребёнок получает адекватную дозу витамина D. Потому что в смеси на 100 грамм сухого вещества рассчитан этот витамин D. Ваш ребёнок не получит эти 100 грамм... Добавлять этот витамин ещё в виде препаратов ежедневно до двухлетнего возраста. Поль витамина D в организме ребёнка велика. Он участвует во многих обменных процессах в организме, таких как кости образования, эндокринная система, это пищеварение, нервная система, иммунная система. Своевременная коррекция дефицита этого витамина в организме очень важна. Марина Анатольевна очень убедительно нам всё рассказала. Подтвердила что-то новое, добавила, что я рассказывала вам. Я думаю, что вы внимательно будете относиться к своим детям. Увидя первые признаки рахита, обратитесь к своему участковому доктору, проведёте коррекцию витаминотерапии витамином D. До новых встреч! Будьте здоровы! До свидания!